Спустя 20 лет после крупных и кровавых противостояний Великой Отечественной войны на перевалах Кавказа случайно жителям нашей республики Мурадином Качкаровым под толщей льда на Марухском перевале были обнаружены останки военных солдат и их вооружение. Причиной тому стала обильная таня ледников. С инициативой увековечить о них память и о строительстве музея памятника защитникам перевалов Кавказа выступила молодежь республики и уже в 1962 году был заложен первый камень. Тему продолжит Александр Коваленко. Бесконечных 442 дня на линии фронта протяженностью тысячи километров шли ожесточенные бои. Каждый день советская армия на перевалах Кавказа несла потери советских солдат. К 9 октября 1943 их число превысило более миллиона человек. Они так и остались покоиться под толщей льда. Но жаркое лето 1962 года внесло свои коррективы. Обильное таяние ледников обнажило часть тайной битвы за Кавказ. Это были останки военных солдат и их вооружение. Ледник был исследован, а безымянные тела бойцов предали земле. Они похоронены в братской могиле в станице Зеленчукской. После этого события молодежь Карачао-Черкесской автономной области выходит с инициативой возвести музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Центральный комитет ВЛКСМ издает постановление, по которому обязует молодежь пройти по местам боев. То есть собрать, исследовать, вернее, эти ледники, пройти по местам боев, узнать историю боевых действий в горах Кавказа. Был объявлен всесоюзный конкурс на лучший проект музея, который выиграли грузинские архитекторы. Началось строительство. Параллельно велись ежегодные поисковые мероприятия. Первое захоронение на территории музея прошло в 1967 году. 150 советских солдат были найдены в местах боев. Их предали земле. А уже через 11 месяцев состоялось открытие мемориального комплекса. В 1970-м в новом зале гостям представили экспозицию, где были личные вещи, документы, фотографии, карты, письма, которые так и не дошли до адресата, а также остатки вооружения, добытые из-подо льда поисковиками. Сегодня в музее насчитывается 6000 экспонатов. Предметы, которые сегодня у нас показаны в экспозиции музея, эти предметы уже собирались в ходе деятельности самого музея. То есть завязалась переписка с бывшими участниками боев на перевалах Кавказа. Но в те годы, в 70-е, скажем, это были еще сравнительно молодые люди. Многие из них, кстати, участвовали и в походах, которые организовывала молодежь по местам боев. Здесь, на железной подвеске, под куполом здания, можно ознакомиться с наименованиями частей и подразделений, которые участвовали в обороне Кавказа. В центре зала посетители могут наблюдать вот такое сооружение из камней. Так в горах выглядела огневая точка. Здесь мы видим остатки вооружения советских солдат за ее пределами трофеей фашистов. Из трофея фашистов взгляд притягивает вот этот ранец из телячьей кожи, в котором немцы переносили продукты и снаряды. Горным стрелкам дивизии «Дельвейс» они еще согревали спины. Отголоски ожесточенных боев, проходящих высоко в горах, поисковики Черкеска находят и сегодня. С удовольствием передают находки в музей. Здесь можно увидеть и трофейные принадлежности фашистов. Находят и останки солдат по сей день. В различные годы здесь прошло пять захоронений. Последнее было в октябре 2019-го. В знак памяти тех, кто вел бой за мир на Кавказе, в день открытия мемориала был зажжен вечный огонь. Но здесь он не единственный. Пламя пылающего факела на уступе горы между параллельными плитами были предусмотрены архитекторами в знак непокоренности Кавказа. А эти надолбы символизируют советских солдат, которые стояли на пути врага. Сам же музей имеет форму дота – долговременной огневой точки. Над входом музей имеется барельефная композиция, показывающая скорбь матери, солдат-защитников перевалов Кавказа и символ мира, стабильности и победы – это мать с ребенком. В советский период музей-памятник защитникам перевала Кавказа в год посещали более 100 тысяч туристов. В выходные дни, суббота, воскресенье часто бывали здесь турпоезда, как мы их называли, когда за один раз могли заехать 15-20 туристических автобусов. И помимо этого туристического поезда, турпоезда, как говорится, еще ехали и плановые экскурсионные группы, то есть отдыхающие всех этих санаториев. Ну, в общей сложности в день могли пройти более 30-40 туристических экскурсий через наш музей. Единственный на Северном Кавказе музей-памятник защитникам перевалов Кавказа, расположенный вдоль федеральной трассы, ведущей к всесезонным курортам Тиберда и Дамбай, пользуется популярностью среди туристов и сегодня. Александра Коваленко, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.